Арминуи Кашхчан победила в конкурсе ночных проектов на получение стипендии президента России для обучения за рубежом. В своей научной работе девушка исследовала влияние Южного Урала на творчество выдающихся композиторов и писателей. О предстоящей стажировке девушку знала недавно и теперь собирает документы для оформления испанской визы. Арминуи поедет в город своей мечты, в Барселону. Там она планирует обучаться и рассказывать Южному Урале при помощи своего проекта, основанного на мультимедийных словарях. Расскажи, почему ты занялась разработкой именно мультимедийных словарей? Сейчас у нас век информационных технологий, все пользуются только мультимедийными словарями в сети интернет. И если кто-то хочет узнать какую-то информацию, то прежде всего не идет в библиотеку за книжкой, а ищет в интернете электронные энциклопедии словарей. Как разрабатывался проект Флоренция в творчестве всемирно известных людей? Я выбрала немецкого поэта Генриха Гейна и написала про него статью. Мы поехали во Флоренцию на неделю. Там нас перемешали международные команды, там были студенты со всей России и Европы. И в составе международных команд мы за неделю должны были подготовить проект словаря, наше видение данного словаря. Мы в течение недели брали интервью жителей города, снимали видео, записывали звуки и представили как раз проект мультимедийного словаря, который занял первое место. Скажи, насколько реально добиться таких успехов и получить возможность стажироваться? Я сначала подумала, что это нереально, потому что когда мне предоставили список документов, которые нужно послать в министерство, я подумала, что смысла нет браться. Вот буквально в конце июля на сайте министерства образования я нашла приказ о присуждении этой стипендии. Искала себя долго в списках, когда нашла. Счастья моему не было предела. А получение стажировки было твоей целью или ты просто демонстрировала свой проект? Цель моя поехать за границу, рассказать там о нашем крае, ну и безусловно узнать у них о новых технологиях по составлению словаря, чтобы словарь был современным. Чего ты ждешь от предстоящей стажировки в Испании? Я надеюсь узнать о новых технологиях по составлению словаря, о новых структурах, которые существуют. Дело в том, что руководитель моей стажировки в Испании, это Джанет Десесарис, президент Европейской ассоциации по лексикографии. Это вообще большая удача поработать именно с таким человеком и узнать о новых тенденциях в лексикографии, в составлении словарей. Открой секрет, как тебе удалось добиться таких результатов и забрать первые места? Все благодаря моему научному руководителю Тамаре Николаевне Хомутовой, декану факультета лингвистики. Если бы не она, у меня бы не было рекомендаций ученых, тема, я считаю, актуальна моего исследования. И если все получится, то надеюсь, что туристы будут приезжать к нам на Южный Урал, и будет слава в нашем крае расходиться по всему земному шару. В ближайшее время девушка отправится в Москву, откуда после получения визы на 9 месяцев улетит в Барселону. Субтитры подогнал «Симон»